Жители Республики Коми вновь попали в поле зрения ненецких природозащитников. Причем нарушители даже не меняют место дислокации с года в год на Вашуткинских озерах. Впрочем, не меняется и история их появления на особо охраняемой природной территории. Винтокрылая машина приземляется в местечке под названием Сирейто. Этот район инспекторы Центра природопользования держат на контроле уже несколько лет. Здесь оборудована база. Тундра в окрестностях Вашуткиных озер буквально изрезана следами от гусеничной техники. Например, вот этот вездеход прибыл сюда буквально накануне. Именно на этом транспорте уже не первый год сюда приезжают нарушители из Воркуты. Почему нарушители? Разрешения на посещение особо охраняемой природной территории у этих мужчин нет. А вездеход ничей, да? Да. Волода ничей? Волода прожди, да. Нет, все. Вы здесь чем занимаетесь? Просто отдыхаем. Выпущу дорогу на... Причем мужчины уже попадали в поле зрения оперативной группы. Здесь же. Эти кадры были сняты год назад. Те же герои, та же история. Приехали обменять продукты и бензин на мясо оленя. И отдохнуть. В отличие от первого товарища, водитель вездехода оказался более разговорчивым. Вы в курсе, что сейчас вы находите особо охраняемую природную территорию? Ну вот, с меня объяснение берут уже. Восемь, что это особо охраняемая природная территория в Вашуткинские озера? Ну, я слышал, да, об этом. То есть, вездеход этот товарищ Бельман? Ну, скорее всего, его отчей же. Нет. Откуда я знаю? Зачем приехали сюда? Мы приехали для того, чтобы обменять продукты питания на мясо, как в прошлом году. У кого? Тоже у оленеводов-частников. Что это за оленеводы, выяснить участникам рейда так и не удалось. По словам нарушителей, они ждали какого-то Николая. Инспекторы осмотрели территорию, но никаких весомых улик не обнаружили. Впрочем, руководитель оперативной группы уверен, жители республики Коми приехали явно не за мясом. Но мы не будем залезать. Вот я просто осмотрел, здесь вот тара находится. Вот. Поэтому, естественно, они приехали за рыбой. Зачем еще здесь? В этом году они уже не знают, который раз. Вот свежие следы. Свежие следы здесь. Вот пока здесь не будет поста. Вот. Здесь вот такая вот и будет история продолжаться постоянно. Приезжают к Коми-республике, вылавливают все. Места здесь рыбные в прямом смысле этого слова. Общая площадь Вашуткинского заказника – более 300 тысяч гектаров. Особо охраняемая природная территория была создана здесь весной 2018 года. В состав заказника вошли одна из крупнейших озерных систем Нейско-автонного округа. Это Вашуткинские озера, в которых обитает большое количество водно-биологических ресурсов. То есть белая рыба, сик, породы чир и остальные все. Целью охраны данных водно-биологических ресурсов. Причем на территории заказника разрешена традиционная деятельность представителям КМНС. То есть коренное население может спокойно заниматься выпасом северного оленя, сбором птичьих яиц, грибов и ягод. Самое интересное, что и вылов рыбы здесь разрешен. И не только любителям. Местное население может добывать водные биоресурсы даже в промышленных объемах. Спокойно можно приехать, получить квоту, написать заявление, получить квоту. Спокойно здесь ехать, ловить рыбу. Не Коми-Республика, наши пусть ловят. Спокойно торгуют. То есть главам пошевелиться надо. Нет, с того года никаких ответов не пришло. Ни от глав, ни от кого. Всего же в Ненецком округе создано 11 особо охраняемых природных территорий регионального значения. В этом списке Вайгач, каньон Большие Ворота и природный парк Северный Тиман, заказники Морию, Нижнепечорский, Паханческий, Хайпудырский, Шоинский и Вашуткинский, а также памятник природы Пымвашор. За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на этих территориях предусмотрена административная ответственность.